Эту тему, вернее, ситуации на Ближнем Востоке мы обсудим с политологом. У нас на связи Мурат Шамилов. Доброе утро, Мурат. Связь... Доброе утро. Мурат с нами на связи. Доброе утро. Спасибо, что присоединяетесь к нашему эфиру. Скажите, пожалуйста, насколько вероятен этот шанс на полное завершение военного конфликта между Израилем и Хезбаллой после заключенного временного перемирия? Хотя некоторые источники, некоторые политологи называют это перемирение не временным, а постоянным. Да, вы знаете, определенную радость мирового сообщества данное перемирие вызывает. Но в то же время многие эксперты подчеркивают, что на данный момент именно в сложившейся ситуации полное завершение конфликта, оно маловероятно. И это связано с тем, что все еще не решены корректные причины этого конфликта. Здесь как территориальные и религиозные споры, а также сложные геополитические условия. Как мы знаем, Хезбалла поддерживается Ираном, и Израиль все еще видит это движение как угрозу своей стабильности. Поэтому только, возможно, путем долгосрочных каких-то задач, путем дипломатии, возможно, полное повышение огня и установление постоянного перемирия. Здесь также можно подчеркнуть, что данное перемирие временно призвано решать какие-то локальные задачи. Мурат, вы все-таки настаиваете, да, на том, что все-таки это перемирие на самом деле временное. Также специалисты, многие говорят о том, что все статьи нового документа, они схожи с резолюцией Совбеза 17.01.2006 года. И это противостояние, вернее, то противостояние длилось гораздо дольше, и, соответственно, стороны понесли больше ущерба. Да, да, однозначно. Здесь, так как это прекращение огня все еще временное, и, как я уже сказал, признано решать локальную задачу, то есть обмен пленами, да, телами погибших, прекращение срочных военных действий активных. И на данном этапе оно также вызвано интересами некоторых геополитических держав, особенно Соединенных Штатами Америки. И действующая администрация все еще Джо Байдена и будущего президента Донора Трампа, обе администрации, объявили данное прекращение огня своим дипломатическим успехом. То есть мы видим определенные нарративы в этих новостях, и это все говорит о том, что все еще международное общество и региональные и мировые державы заинтересованы в полном прекращении огня. Мурат, а вот можете напомнить, вы как специалист, в чем суть вот этого нового соглашения, и какие обязательства стоят между Израилем и Хезболой после принятия соглашения о временном прекращении огня? Ну это определенно, что касается Израиля, это сдерживание военных действий, ограничения, то есть может не снятие, но ослабление блокады Ливана, а также со стороны Хезболла можно, конечно, подчеркнуть определенно это прекращение ракетных обстрелов и поиск политического диалога. Однако здесь можно подчеркнуть, что очень важна и большое значение имеет роль международных посредников, международных организаций, они тоже активизировались. Израиль, можно сказать, был вынужден следовать резолюции Совета безопасности ООН, исполнения этой резолюции, при определенном давлении мирового сообщества, все еще поиски пути решения вот этих конфликтов, конечно, возможны. Мурат, спасибо за комментарии, очень, скажем так, понятная информация, но между тем будем надеяться, что вот это временное перемирие как-то положительно скажется на отношениях на Ближнем Востоке, имеется конкретно в секторе газа. Спасибо, с нами на связи был политолог Мурат Шамилов. Продолжение следует...